Здравствуйте! В эфире экспертиза программы о том, что полезно знать о товарах и услугах. Тема сегодня довольно актуальная. Это фальсификат молочной продукции на нашем Нижегородском рынке в первую очередь. И у нас в гостях исполняющий обязанности вице-губернатор Нижегородской области Люлин Евгений Борисович и директор Центра стандартизации и метрологии Росстандарта Нижегородской области Денис Евгеньевич Миронов. Здравствуйте! Добрый вечер! И первый вопрос. Евгений Борисович, скажите, пожалуйста, какие меры поддержки сельхозпроизводителей молочной продукции сейчас, так скажем, актуальны? Производство молока – это один из основных видов продукции наших сельхозпроизводителей. У нас специфические климатические почвенные условия, и производство молочной продукции – это одно из самых рентабельных направлений. Более того, мы знаем, что молочные продукты – это важный продукт, особенно для детей, для молодежи. Отношение к молоку должно быть всегда очень строго и очень ответственное. Поэтому мы поддерживаем сельхозпроизводителей. Есть поддержка и для непосредственно сельхозпредприятий, которые производят молоко. Это в первую очередь на килограмм произведенной продукции идет дотация, которая по решению губернатора установлена в этом году. Это очень серьезные меры поддержки. Существуют специальные кредиты для развития животноводства. Существуют льготы по новому строительству, если строится животноводческий комплекс. Для переработчиков молока существуют в первую очередь кредитные ресурсы, где компенсируется процентная ставка. Они могут как брать долгосрочные кредиты для привлечения оборудования, новой техники, так и краткосрочные кредиты для того, чтобы иметь оборотные средства. Скажите, пожалуйста, а сколько сейчас в Нижегородской области работает молокозаводов, частных, может быть, сыроварен? Какой у нас объем? У нас порядка 50 сегодня предприятий, которые занимаются переработкой молока. Это и вся гамма молочной продукции, крупные предприятия, такие как Шахунское молоко, Городецкое молоко, Первый молочный комбинат, Книгиненское молоко, филиал Вильбельдама и целый ряд других. Очень хорошо сейчас развивается сырное производство. В этом году мы посмотрели по динамике, на 30% увеличивается производство сыра. Это происходит каждый год. Нижегородская продукция молочная, она и в стране имеет большую популярность, с удовольствием ее покупают и Москва, и Санкт-Петербург, и другие регионы России. Мы, в общем-то, можем гордиться нашей молочной отраслью. Они делают и достаточно большие объемы, и очень качественные продукты. По поводу качества. Денис Евгеньевич, вопрос к вам. Какова статистика? Наверняка Центр стандартизации метрологии проверяет молочную продукцию нижегородских производителей. В целом, как у нас обстоит ситуация на рынке? К нам в лабораторию поступают образцы молочной продукции и от сетевых торговых организаций, которые осуществляют входной контроль, и от молокоперерабатывающих предприятий, которые также осуществляют входной контроль. Объем фальсификата где-то колеблется от 12 до 15%. Причем, что характерно и подтверждает все, что вышесказанное, авторами этого фальсификата являются не нижегородские предприятия. Это продукция, которая попадает к нам в регион извне. С 15 июля 2018 года вступили в силу изменения и дополнения к техническому регламенту Таможенного союза о безопасности молока и молочной продукции. Денис Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, что это за изменения и на что они повлияют? Эти изменения должны убрать некий люфт, который был в предыдущих нормативных документах, когда производитель не указывал достоверно состав продукта. Теперь появилась терминология «молокосодержащий продукт». Молокосодержащий продукт, изготовленный по технологии творога. То есть это мы понимаем, когда в основу продукта поступает не само молоко, как это должно быть, а растительный заменитель. Теперь производитель обязан все это информировать своего потребителя, и все это есть на этикетке, обязательно будет. Данные изменения, они просто обязаны повысить качество продукции, которая оказывается на прилавках наших магазинов. Получается, что у нас с полок магазинов исчезнет сметанка, творожок. Сейчас есть такой маркетинговый ход, когда производитель придумывает для своей продукции наименование творожок, вкусная сметанка, а на самом деле в основу ложатся растительные жиры. С 16 января это запрещено, использовать данное наименование. То есть вот еще переходный процесс будет. Давайте узнаем у покупателей. Знают ли они, в чем разница между молоком и молокосодержащей продукцией? К сожалению, нет. Да, в молокосодержащих продуктах содержится растительный жир. Нет, не знаю. На мой взгляд, молоко это более натуральный продукт. Борьба с молочным фальсификатом ведется как на федеральном уровне, так и на региональном. В Нижегородской области для этого создана межведомственная комиссия при правительстве Нижегородской области, куда входят представители Роспотребнадзора, Россельхознадзора, также правоохранительные органы и другие ведомства. Евгений Борисович, скажите, пожалуйста, какие меры проводятся в рамках вот этой межведомственной комиссии в борьбе с фальсификатом? На заседаниях межведомственной комиссии мы рассматриваем все проблемы возникающие, рассматриваем факты выявления некачественной, недоброкачественной продукции. И сегодня новые меры, которые принимаются на правительственном уровне, изменения в тех регламентах таможенного союза, они как раз позволяют более жестко принимать меры к нарушителям. Для этого создан целый ряд различных механизмов. Сегодня работает информационная система «Меркурий». Считаю, это будет очень важное направление, которое позволит контролировать производство и реализацию молока на протяжении всей цепочки. На любом этапе можно обнаружить фальсификат, если вдруг кто-то начнет нарушать технические требования, технический регламент. Давайте узнаем, как оценивают ситуацию нижегородские производители молочных продуктов. Вопрос в том, как будут наказывать нарушителя. Ну, будут давать им штрафы небольшие. Да они эти штрафы 10 раз окупили. Нужно строгие настоящие законы, чтобы вот это прекратить. Раньше такого в советское время не было. Надо наказывать. В первую очередь ужесточать меры. Не выполняет переработчик вот этого постановления. Значит, надо наказывать так, чтобы мало не казалось. Когда идешь в магазин и видишь, насколько низкая цена масла, насколько низкая цена творога, сомнения, конечно, закрадываются. Почему такая низкая цена? Ведь из натурального молока при цене 23 рубля закупочная цена дешевой продукции не выпустишь. Денис Евгеньевич, вот уже было озвучено, что нижегородские производители молочной продукции, они славятся не только у нас в регионе, но и в соседних регионах. В принципе, по всей стране. Как они работают с ЦСМ? В рамках работы с Центром стандартизации и метрологии мы участвуем в программах входного контроля продукции силами своей лаборатории. Ну и, конечно же, очень большое количество предприятий Нижегородской области приняло участие в проекте национальной системы сертификации. Это добровольная система, которая призвана вернуть доверие покупателей ГОСТам, потому что применение ГОСТа на сегодняшний день является добровольным, но далеко не всегда качество соответствует тому, чему должно быть. Именно для этого и существует национальная система сертификации. Она федеральная, реализуется силами Росстандарта и Центра стандартизации и метрологии. Продукция маркируется специальным QR-кодом, и уже покупатель в магазине в виде QR-код, он со значком с отличительным РСТ. При желании, при наличии любого гаджета на сегодняшний день, можно проверить реестровую запись. Можно ли проект НСС считать одной из мер борьбы с фальсификатом? Безусловно, конечно, это один из механизмов борьбы с фальсификатом. Здесь и оборотная сторона получается. К нам идут предприятия, которые не боятся заказчика своих продукций, а те, кто не идут и всячески от этого уходят, понятно, что им есть чего скрывать, есть чего опасаться. По статистике двухлетней давности, около 19% молочной продукции, поступающей в бюджетные учреждения, это был контрафакт. Это из вашего интервью, это вы озвучивали эти цифры. Скажите, пожалуйста, снизился ли этот показатель за два года? Да, он значительно снизился. И сегодня нет уж такой точной статистики. Я могу сказать, что это единичный случай. Вот все меры, которые сегодня приняты, ну, меры к недобросовестным поставщикам. Допустим, если мы знаем один или два раза поставка некачественной продукции, у нас идет рассылка по всем социальным бюджетным учреждениям, что с этим поставщиком иметь дело запрещается, потому что мы не можем, чтобы у нас в школах, детских садах появлялись такие некачественные продукты. Мы фактически побороли фальсификат у себя на нижегородской земле, хотя отдельные проявления все-таки есть. То есть мы не будем говорить, что на 100%. Спасибо большое. Но все-таки единичные случаи фальсификата все-таки присутствуют в нашей жизни. И в этом месяце прошла одна из таких проверок. И о результатах узнаем из сюжета. Несмотря на заметные сокращения объемов молочного фальсификата, некачественную продукцию иногда все-таки выявляют в результате внеплановых проверок. Были проведены проверки в больницах, в школах и в детских садах. Было установлено, что часть продукции не соответствует критериям безопасности по бактериологии и по фальсификату. Есть отклонения по показателям безопасности в творожной продукции и масла. То есть масло было и фальсифицировано, и не прошло по критериям безопасности по бактериологии. То есть была выявлена кишечная палочка. По итогам проверок заведены дела об административных правонарушениях. А у производителей за нарушение отозвали декларации о соответствии выпускаемой продукции. Что важно, говорят специалисты надзорных органов, молочные продукты нижегородских производителей себя не скомпрометировали. Практически весь фальсификат поступает на полки магазинов из других регионов Приворского федерального округа. Тем не менее, контроль за качеством в Нижегородской области только усиливают. Борьба с фальсификатом, ее надо усиливать. Усиливать и на федеральном уровне, и, конечно, мы поработаем с нашими коллегами из федеральных надзоров, из Росфельхознадзора и Роспотребнадзора. Еще раз поработаем и на региональном уровне тоже. Что делать и куда идти, если все-таки попался некачественный товар, теперь должны будут знать все нижегородцы, начиная со школьников. По новой программе защиты прав потребителей в школах появятся тематические уроки. Кроме того, планируется проведение бесплатных консультаций по правам потребителей в многофункциональных центрах. Семь МФЦ уже участвуют в эксперименте, проводят тематические горячие линии и занимаются профилактикой нарушений среди производителей продовольствия. Этот проект в ближайший месяц должен стать действующей программой. Завершающий вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы для себя, для своей семьи покупаете молочные продукты, как вы выбираете? Очень просто. Я уже назвал, например, свои требования к молочному продукту. Я знаю всех производителей и не хочу заниматься рекламой, это нельзя. Они все хорошо известны. Прихожу в магазин, совершенно спокойно беру нижегородских производителей продукты и знаю, что это всегда качественный, абсолютно настоящий продукт. Денис Евгеньевич, вы тоже за нижегородских производителей? Безусловно. Причем то, что это качественно, неоднократно подтверждалось у нас в лаборатории. Уважаемые гости, большое спасибо за ответы. Ну что ж, мы будем выбирать только нижегородских производителей. А сейчас переходим к нашей новостной рубрике. Производители начали наносить на продукцию знак Национальной системы стандартизации. Этот знак на упаковке подтверждает, что продукт в рамках проекта НСС прошел испытание на соответствии ГОСТу и действительно качественный. В нижегородском регионе право размещать символ НСС на своем товаре одним из первых получил мясоперерабатывающий комбинат. Когда в нашем регионе запустили проект НСС, мы одни из первых в своей отрасли вступили в пилотный проект. Мы подали нашу продукцию на исследование в аккредитованные лаборатории НСС, подтвердили свое качество. Теперь наша продукция внесена в реестр НСС. В реестр или так называемый «белый список» вносятся производители и товары, прошедшие испытания. Сам реестр можно найти на сайте Росстандарта. Но проверить наличие в реестре можно и непосредственно перед покупкой в магазине. Для этого достаточно воспользоваться обычным считывателем QR-кодов на своем мобильном телефоне. Теперь у покупателей, наконец, появится верный ориентир на рынке. ГОСТ, подтвержденный знаком НСС, которому можно полностью доверять. Ведь некоторые производители наносят маркировку ГОСТ в рекламных целях, тем самым вводя в заблуждение потребителя. ГОСТ у нас давно является синонимом слова «качество». Но многие недобросовестные производители, выпуская продукцию по ГОСТу, не всегда соблюдают стандарт. Тем самым обеспечивая низкую цену своей продукции. А мы за честный рынок и за здоровую конкуренцию. ГОСТ плюс НСС – это знак проверенного качества. Формируется национальная инфраструктура качества. Это комплекс мер по усилению госрегулирования качества самой разнообразной продукции. В ближайшее время ожидается выход постановления правительства России, где будут прописаны правила выполнения работ в области оценки соответствия. Если в СССР путь товара от фабричного конвейера до полки магазина был полностью под контролем государства, то в рыночной экономике государство – это контролер и защитник прав потребителей. Национальная инфраструктура качества основана на четырех базовых подходах. В основе всего – стандартизация, то есть разработка и внедрение стандартов, задающих уровень качества. Вторая составляющая – метрология, так как качество любой продукции имеет конкретные измеряемые параметры, и они должны быть едины. Третья – это контроль качества продукции. И, наконец, аккредитация, то есть признание компетентности организации, которым можно доверить тестирование товаров. Инфраструктура качества – это не одно или несколько ведомств, которые за все отвечают. Это официальные условия, в которых государство вырабатывает общие правила и гарантирует, что они будут соблюдаться. Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов отметил, цитирую, «Государству предстоит создать зону доверия, где действуют механизмы саморегуляции, и где и добросовестному производителю комфортно, и потребителю хорошо. Он может быть спокоен за безопасность и качество своих покупок». Конец цитаты. Редактор субтитров А.Семкин